5 фишек продающего видео для предпринимателя. Первое. Вы можете сделать рекламную ставку прямо в середине видео. Нет смысла ждать концовки, потому что удержание среднее на роликах 30%, а если 50%, 60%, 70% это вообще отлично. Поэтому большая часть аудитории до конца не досматривают. И поэтому мы можем им, особенно холодной аудитории, которая пришла на ролик, уже что-то предложить, какой-то нужный нам шаг в середине ролика. Друзья, обратите внимание, пожалуйста, на правый верхний угол, кликните на подсказку и зарегистрируйтесь на мой вебинар. Получите, кстати, бесплатно книгу стоимостью 2000 рублей, название, что должен делать руководитель отдела продаж, и она целых 200 страниц. В середине ролика человек уже посмотрел половину видео, он понял, что оно интересное, полезное или развлекательное, и здесь ему можно что-то предложить, и если это будет в тему, это будет вообще отлично. Поэтому, создавая те же контентные ролики для YouTube-канала, запишите вставки, например, вы предлагаете подписаться на YouTube-канал, и вы сможете узнать о том-то, том-то, том-то. Переходите на сайт, жмите ссылку, и к вам придет чек-лист полезных действий, который решит вашу проблему. Можно закрывать и на продукт, закажите платную консультацию или пробный продукт, или скачайте каталог, все что угодно, то действие, чтобы получить контакт клиента, который более ценный, чем, например, просто подписка на канале. И если вы запишите таких 3-5 блоков, вы можете просто дать монтажеру задачу, чтобы он их вставлял в роликах в середине. Например, у вас какое-то событие или вебинар, или у вас какая-то сезонная акция, вы снимаете такую вставочку, и те ролики, которые выкладываются 4-8 раз в месяц, внутри них в некоторых ставим в середину эту вставку и говорим, что у вас будет какое-то мероприятие, мы приглашаем, можно оставить заявку и оплатить по ссылке в описании. Второе. Просите совершить действие сразу после вступления. Это очень просто, и опять же из-за того, что люди не досматривают до конца, это будет минимальная конверсия, может быть, полпроцента или два процента, но немножко больше будет лайков, комментариев, а может быть и подписок на ваш YouTube-канал. Поэтому, когда вы рассказываете, о чем ролик, даете вступление, сразу предлагайте. Но просто предложение, оно смотрится как нечто такое неприятное, когда мы ставьте лайки, уже все надоели своими лайками, подписывайтесь, надоели своими подписками. А если мы даем объяснение этому, для чего мы совершаем это действие, с чем это связано, тогда это смотрится более органично. Поэтому это нужно понять именно в вашем случае, что лучше использовать. Например, если вам интересна тема видеомаркетинга для бизнеса, подписывайтесь на данный канал. Если вы хотите посмотреть примеры разборов структуры продающего ролика, подписывайтесь на канал и смотрите плейлист в описании. Если вы уже давно используете видео для продвижения вашего бизнеса, ставьте лайк. Если вы впервые на нашем канале, подписывайтесь, чтобы видеть последние новости из мира видеомаркетинга. Вступление видео 3-10 секунд, самые важные, и вы об этом и так знаете в самом начале. Их задача, чтобы продать человеку просмотр видеоролика дальше. Из-за того, что мы рекламу и ролики показываем в социальных сетях, которые крутят ленту новостей, мы должны захватить внимание за какие-то реально 3 секунды. Какие они должны быть? Что мы должны донести? Первое, чтобы человек понял, для кого это, то есть мы должны попасть в свою целевую аудиторию. Второе, какую ценность он получит. Но самая частая ошибка, которую делаем мы до сих пор, мы начинаем описывать, что будет в ролике. В этом ролике вы узнаете о таких-то там фишках, например, вот об этом и об этом, а еще вот о том. Это вступление затягивается на минуту, и я уверен, зритель, у него взрывается мозг, и он говорит, блин, да начинайте уже наконец. Поэтому, когда мы анализируем ролики, в том числе наших клиентов, когда вот такие долгие вступления, мы видим очень сильные просадки в начале ролика по удержанию, то есть люди начинают отваливаться и уходить. Очень часто идут перемотки, то есть человек пропускает вступление и начинает смотреть с какого-то определенного момента. И это момент мы называем мясом. Если мы даем полезный контент, это должно быть сразу начинаться с мяса. Давайте контент. Но все равно вступление должно быть, все равно человек должен понять, о чем этот будет ролик. Сегодня я расскажу вам о пяти приспособлениях, которые обязательно должны быть в каждом современном идеальном гараже. Первое приспособление – подвесной стол, который может быть стационарным или раскладным. Но вступление мы даем только один-два тезиса о том, что будет дальше, и мы не перечисляем все в подряд, а мы объясняем те выгоды, которые человек получит, если узнает больше об этой теме и посмотрит еще следующие 10 минут. Гараж – это не только место для стоянки автомобиля. Здесь мы храним различные предметы, каждый из которых нужен нам в определенное время года. Я расскажу вам о том, как правильно хранить сезонные вещи так, чтобы вам было удобно. Как вы храните колеса в вашем гараже? Обычно это вот такая стопка, стоящая где-нибудь в углу, да еще и в грязных салфановых пакетах. Вы постоянно на нее натыкаетесь, и вообще нас всячески бесит. И еще, так как наша природа устроена на том, что мы реагируем на любое движение, то ролик всегда должен начинаться с динамики. Это может быть и жестикуляция, только не переусердствуйте. Это могут быть какие-то анимированные титры. Это может быть все, что угодно. Думайте о том, что в начале, кроме содержания, нам еще нужно какое-то движение в кадре. Представьте у нас визуальный продукт, и вместо того, чтобы описывать его словами, мы же можем его просто показать. Можно использовать такой прием, что, ребят, мы поговорим о том-то, том-то, посмотрите, как это выглядит. И мы сразу показываем нарезку на 10-20 секунд, чтобы не тратить время, не напрягать мозг человека, а сразу показать, что будет в этом ролике, о чем. А потом уже продолжать об этом беседу. Привет, Созидатель! Сегодня поговорим о рекламной бомбе. Как вы можете продвигать свой бизнес с помощью виртуальных туров нового поколения. Сначала посмотрите, как это выглядит. И пример рекламной вставки в середине видео. Если вы хотите узнать, увидеть примеры структуры продающих видеороликов и воронок продаж, то подписывайтесь на бесплатный мини-корс по видеомаркетингу. Это 20 уроков от простого к сложному. В конце, конечно, должен быть призыв. Но как часто бывает. Ну все, в принципе, мы закончили эту тему. И на самом деле, вот этих вот 3-5 секунд, когда человек не дает информацию, а просто как бы завершает ролик, подводит итоги, или пожимает руку человеку, с кем он общался на интервью, это уже говорит сигнал зрителю, что все, контент закончил, у него внимание теряется, он переключается на другой ролик. Но нам-то нужно еще, чтобы он увидел призыв. Поэтому только контент закончился, сразу бах, и включаем, например, конечную заставку. Когда мы предлагаем человеку подписаться, посмотреть плейлист, посмотреть видеоролик. Для этого есть всякие фишки, как титры, указательные стрелочки, или делают какую-нибудь стенку, в которой открываются окошки, куда вставлены видеоролики, на которые можно нажать. Или есть тема, когда мы видим какого-то чувака, героя блога, который тычет вправо и показывает, что жмите вот сюда, жмите вот сюда. Но на самом деле еще проще, просто стоя в кадре, сказать, что человек может увидеть, и куда нужно нажать. То есть вы можете знать, что вот наверху это будет ссылка на ваш сайт, а вот внизу это будет ссылка на самое новое видео на вашем канале. Друзья, обратите внимание на экран, там есть другие видео, которые вы можете посмотреть, чтобы прокачать продажи в своем бизнесе. Я уверена, если вы посмотрите, хотя бы одно из этих видео, ваши продажи увеличатся на 2% от того, что вы внедрите хотя бы два инструмента с целого видео. Переходите, смотрите, надеюсь, вам будет полезен мой контент. Только помните, что конечная заставка в YouTube, она ограничена по времени, и вам нужно в него уместиться, чтобы эти значки реально были видны рядом с вами. Так как в социальных сетях часто смотрят без звука, да и потому что наш мозг устроен, что может воспринимать одновременно и аудиоканал, и визуальный, мы должны в видеороликах работать и с тем, что говорится голосом, со звуком, и с изображением. И плюс это еще подкреплять титрами. Не очень качественно и хорошо, когда все, что мы говорим, дублируем в титры. Титры, они часто дополняют или выделяют какие-то основные, главные мысли, советы, структурируют все для лучшей запоминаемости. Опять ничего не успеваете? Запишитесь в школу быстрого чтения Олега Андреева и увеличьте эффективность вашей работы и обучение за неделю в три раза. И всегда при этом можно провести тест, например, выключить звук. При этом понятно ли в ролике, о чем он, что от нас хотят и какую информацию донести. Здесь должен работать визуальный ряд плюс титры. И если уж нам некогда или это там дорого, или еще что-то, то эти титры можно хотя бы, чтобы они работали в первые 10-20 секунд, 30, когда мы должны привлечь внимание. Далее уже человек, мы рассчитываем, что он включит звук. Но если мы делаем короткие продающие ролики на минуту-две, там вообще не должно быть просадок и всегда лучше, чтобы работал звуковой ряд вместе с визуальным. Хотите навести красоту на вашем участке? Тогда пополните свою коллекцию гортензии из питомника растений Южный. Более 50 сортов. Метельчатая, крупнолистая, древовидная. Вся палитра цветов для вашего настроения. 67 километров от МКАД по старой симферопольскому шоссе. И наоборот, мы можем не смотреть на изображение, слушать звук, и при этом нам все должно быть понятно. Поэтому, создавая видеопрезентации, трейлеры канала, мы часто сначала упаковываем и создаем голос диктора, то есть то, что он будет говорить, дикторский текст, и уже по нему все понятно. А дальше мы начинаем думать, вообще для чего видео для бизнеса? Для того, чтобы были доказательства слов, чтобы была визуализация. И мы начинаем подкреплять то, что говорит диктор, подкреплять видеоизображением. Любите свободу и яркие эмоции? Подписывайтесь на канал Дома на колесах о жизни и путешествиях на автодомах. Привет, друзья! Меня зовут Александр. Вы узнаете о том, как выбрать и купить автодом. Получите советы по подготовке к поездке и об особенностях эксплуатации. И надо помнить, что у нас есть субтитры. Ютуб не очень хорошо распознает русскую речь еще, поэтому мы или дорабатываем текст вручную, или делаем расшифровку ролика в текст, добавляем ее в субтитры, где автоматически идет синхронизация. Потом есть фишка. Для того, чтобы субтитры появились в Фейсбуке, мы можем загрузить ролик на Ютуб, сделать там субтитры, а потом скачать этот файл, его правильно переименовать и загрузить видеоролик на Фейсбуке. И в Фейсбуке в рекламе вначале также будут титры, и это значительно повысит конверсию в просмотры ролика и в переходы на сайт соответственно. И чтобы вам было понятно, я оставлю ссылку на инструкцию, как это делать. И одна мысль как бонус. Все, что я говорил до этого, неважно, если вы не определили четко, кому вы будете доносить информацию, кому что предлагать. Пока вы не увидите собеседника, целевую аудиторию, что он собой представляет, что вы волнуете, что он хочет, и не посвятите весь текст, визуалку, титры, все-все-все только какой-то одной цели для определенного сегмента аудитории, ну, все будет впустую. Только эта сегментация, сужение и выстрел в одном направлении, будет давать результат в продающем видео. Подписывайтесь на бесплатный мини-курс по видеомаркетингу. Я уже о нем говорил. Жмите ссылку под видео. Это 20 уроков последовательных, от простого к сложному. Там есть и кейсы видеомаркетинга, информация об аналитике и информация о том, как замерять эффективность, о том, какие стратегии продвижения существуют, какие цели YouTube и как их реализовывать. Все будет в мини-курсе. Жмите ссылку.